Даже сегодня, невзирая на плюсовую температуру и сомнительную прочность льда, увидеть рыбаков на Брестском грибном канале легко. Складывается ощущение, что любители подлёбного лова совершенно не страшат предупреждения, возможность оказаться под водой и даже гибель. Кстати, именно на грибном в январе этого года осводовцы спасли жизнь рыбаку, который провалился в промоину. Это был первый из двух случаев спасения на воде с начала года. Спасено два человека. Один из них при подлёбном лове находился на рыбалке, и провалился в промоину в городе Бресте на грибном канале. И второй, это при переходе водоёма хотел сократить путь и тоже провалился в промоину. Лёд теряет свою прочность, он активно тает, перепады теперь создают такую структуру льда, что он как бы бутерброд, может быть сверху твёрдый слой, там крошево, опять твёрдый слой. И предугадывать, какое состояние, выходя на лёд, невозможно практически. То есть, выходя на лёд, человек становится потенциальным участником чрезвычайного происшествия, которое может закончиться трагически. Мы их в буквальном смысле слова выгоняем, а они снова приходят. Возмущаются сотрудники освода МЧС рыбаками, которые не хотят покидать насиженные места. Естественно, большинство из них без средств защиты и списательных жилетов. А тем временем ситуация на водоёмах становится всё более коварной. Лёд, не поднима по часам, превращается в пергаментную бумагу, которая поломается при первой возможности. Эту самую степень прочности очень любят измерять дети, которые бесстрашно, ступая на хрупкий лёд, даже не представляют, чем может обернуться такое бесстрашие. В этот период особое внимание должно быть со стороны родителей. И не только родителей, и взрослых, которые не должны оставаться равнодушными. Мы буквально с вами наблюдали на наших глазах, что двое детей вышли на ледовое покрытие, и никто за ними не смотрит, благодаря только матросу-спасателю, который их оттуда отправил домой. Основная причина и в летнее, и в зимнее время – это невнимание родителей. Они постоянно должны знать, где находятся дети. Уже во второй половине февраля, по предварительным прогнозам синоптиков, в Брест придет морозная погода. Однако отрицательная температура ситуацию вряд ли изменит. Лёд по-прежнему будет оставаться минной замедленного действия. Поэтому в данном случае рисковать ради золотой рыбки явно не стоит. Помните, дома вас ждут родные и близкие, которые, как и спасатели, надеются на ваше благоразумие. Продолжение следует...